Первый комплексный центр поддержки ветеранов спецопераций и семей погибших бойцов-защитники Отечества откроют в ближайшие дни в крае. Перед запуском учреждения посетил губернатор Олег Кожемяка. Центр будет работать во Владивостоке, на улице Давыдова, 9. Сейчас в здании идут последние приготовления, доделывают ремонт, наводят порядок. Консультацию по правовым и медицинским вопросам здесь смогут получить как участники СВО, так и их близкие. В самом помещении будет создана максимально комфортная обстановка. Здесь разместятся тренировочный зал, место для собраний, кафе, игровая зона для детей и библиотека. Работа центра будет осуществляться по принципу одного окна, где человек сможет решить самый широкий спектр вопросов. По поручению президента мы создали здесь центр фонд защитника Отечества. Сейчас заканчиваются все ремонтные работы с тем, чтобы он был приведен в соответствие. 30 мая мы его откроем. Такой центр необходим и нужен. У нас достаточно много военнослужащих принимает участие в СВО. Здесь остались их семьи, здесь остались их дети. Есть вопросы, которые необходимо решать и личные, бытовые, то есть вопросы связи именно с военнослужащими. Есть те, у кого погибли мужья, есть те, кто получил ранение, находятся здесь на реабилитации. Поэтому в этом центре предусмотрены все те меры поддержки, которые могут быть оказаны семье военнослужащим или военнослужащим, который уже проходит реабилитацию или уволился в запас ветерану. Напомним, чуть больше недели назад правительство России утвердило устав Государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества». В Приморье уже ведётся активная работа по оснащению помещения и подготовке специалистов филиала фонда. Первые 35 социальных координаторов, которые будут напрямую взаимодействовать с семьями, уже начали проходить обучение. Всего их будет 150. Ранее со специалистами встретился губернатор Олег Кожемяка.